Первый юбилей конкурса «Художники России за чистую воду» совпал с 20-летием холдинга «Евразийский», в который входят такие крупные предприятия сферы водоснабжения и водоотведения, как Сочинский водоканал, Югводоканал, Ростовский водоканал. Когда делаешь какой-то проект не для себя любимого, а для всех, когда все получается. Тебя поддерживают тогда тысячи и миллионы людей. Сегодня «Евразийский» занимается поставкой воды для 5 миллионов человек. Конкурс-выставка «Художники России за чистую воду» еще очень демократичны. Условие участия только одно – раскрыть тему воды. Я очень рад, что в этом конкурсе ежегодно у нас участвуют не только художники нашего города, не только художники Краснодарского края. География людей, участвующих в нашем конкурсе, довольно широка. Практически представители со многих регионов России. И очень приятно, что особенно мне ценно, это то, что в этом конкурсе принимают участие не только именитые, зрелые художники, но и дети. На предварительный этап конкурса художники прислали более 500 работ. Из них было выбрано 150 картин и скульптур. Оживили экспозицию рисунки учеников Сочинских художественных школ, которые по традиции выставляются вместе с работами профессионалов. По решению жюри первое место присуждено Александру Атрошко. Мне кажется, вода, ну это жизнь, это все сказано этим, правильно? Ну не только вода, и лес, и гроз, все, надо беречь все это дело. И бережно относиться, охранить все это дело. Ну это, ну кажется, не только задача художника, это задача всех. Все должны стараться. Мы живем на планете, в родном доме, надо беречь все. В этом году широко представлены новый субъект Российской Федерации – Крым. В экспозиции присутствуют работы художников из Севастополя, Керчи и Ялты. Жители этого популярного курорта тоже заботят вопросы экологии. Это очень хорошо. Это еще одна реклама города Сочи. Но в первую очередь люди приезжают в город Сочи, и самое главное, их интересует экология. Конечно, если мы будем доводить до них, что у нас вода чистая, это основа. За пять лет проект «Художники России за чистую воду» собрал более 1200 живописных и скульптурных работ. В нем приняло участие около тысячи художников и скульпторов из 30 городов. Этот конкурс уже давно пользуется популярностью как у художников, так и у зрителей. В прошлом году конкурс-выставка «Художники России за чистую воду» была включена в программу «Года музеев» в рамках культурной олимпиады Сочи-2014. Игорь Кырпа, Инга Габеши, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.